всем добрый вечер сегодня мы будем коптить домашнюю колбасу в коптильной Добрыне в тот раз мы с вами коптили свиную рульку и свиные ребрышки в общем то все у нас получилось а сегодня решили покоптить домашнюю колбаску домашнюю колбаску мы делаем сами для этого нужна вот такая мясорубка в комплекте которая идет насадка вот я ее уже поставил отсюда для этого надо снять соответственно сеточку и нож они там не нужны колбасу мы сделали заранее положили морозильную камеру вот сегодня достали отсюда она у нас разморозилась мы ее просушили обветрили и вот сейчас мы ее будем коптить в общем-то для того чтоб делать колбасу можно купить на рынке мясном отделе вот такую чрево она у нас сейчас заморозка цена его 350 рублей длина 10 метров вы одеваете чрево на эту насадку и просто делаете колбасу ну так как она у нас приготовлена значит мы сейчас ее будет коптить с вами вот в этой коптильне которую вы видите с правой стороны мясорубка я выбрал она нам будет мешаться и она нам не нужна в принципе и для того чтобы приступить все-таки для закладки колбасы в коптильню ее сначала надо обернуть любой ненужной бумажной тканью вот таким вот образом просто берется вот ткань которая вам не нужна рвется вот на такие полоски берем вот колбаску мы ее будем коптить вот таким образом и просто-напросто мы ее берем и вот так обворачиваем чтоб не было канцерогенов вот так мы ее обворачиваем все сейчас и другие таким же способом обернуть и мы уже подвесим соответственно на крючки в коптильню еще что для этого нужно конечно щепа вот мы эту щепу купили в магазине копейки вот щепа яблони для копчения полтора битвы сейчас я верну всю эту колбаску соответственно мы откроем коптильню подвесим ее на крючке и будем коптить домашнюю колбасу в собственном приготовлении вот колбаску обернули я думаю канцерогенов не будет еще состоит эта коптильня я вам рассказывала она состоит из нижнего поддона где насыпается щепа соответственно крышку сняли это поддон для собирания жира он намного больше здесь жир будет стекать по стенкам и соответственно на щепу он не будет попадать и еще вот таких два поддона можно коптить колбасу на крючках можно просто вот на эти поддоны положить это вот насадка просто для куриц сейчас мы разбираем эти чаши нам не нужны будут потому что мы будем коптить на крючках мы специально для этого ее не сворачивали и всю вот эту конструкцию мы опускаем коптильню вот я сам говорил что здесь еще есть вот такое отверстие для подсоединения дымогенератора вот здесь гайпер есть такая она просто-напросто откручивается подсоединяется дымогенератор это для холодного копчения мы будем копить горячим копчением поэтому мы сейчас это все закручиваем подвешиваем колбаску и у нас начнется подготовка к копчению вот мы подвесили колбаску на эти крючки два поддона убрали они нам не нужны вот насыпали щипы и здесь есть специальный ручка крючок мы его опускаем один из крючок будет выше поэтому здесь вообще никакой сложности нет и всю эту конструкцию мы опускаем соответственно коптильню так же крючок легко и снимается одеваем крышку так и мы как уже коптили вот такой шланг здесь стоит он кстати можно сказать прикипел очень плотно стоит здесь вот ручка видите резиновая неоднократно это уже показывал термометр и мы будем регулировать температура температура копчения должна дойти до 60 градусов после 60 градусов начинается процесс копчения до 60 градусов идет процесс варки сейчас мы ставим коптильню на газ вот здесь есть два бортика сюда наливается вода и здесь создается водный затвор шланг мы выводим вытяжку сейчас я ставлю это все на газ довожу температуру до 60 градусов и потом у нас начинается процесс копчения коптить мы будем 1 час поставили коптильню на газ начинает подниматься температура ждем пока температура поднимется до 60 градусов ну на данный момент сейчас чуть больше 20 градусов цельсия налили вот сюда воды здесь у нас получается водный такой затвор вывели шланг очков вытяжку по мере того как начнет появляться запах мы соответственно включим вытяжку но на данный момент она нам сейчас пока не нужна и ждем теперь когда температура поднимется до 60 градусов цельсия когда собственно и говоря начнется процесс копчения домашней так начнется процесс копчения сейчас у нас время 21 час 0 9 минут 22 часа 0 9 минут я коптильню выключу температура сейчас 66 градусов цельсия чуть чуть больше 1 час мы коптим и выключаем что у нас получится мы уже узнаем только утром потому что время еще позднее еще машина гараж надо дать на крышку не буду поднимать смотреть что получится все будет ясно и понятно утром что у нас получилось естественно я вам покажу пока я получилась колбаса мы уже делали так сало коптили заворачивали хлопчатобумажную ткань сало очень получилось вкусным и красивым а теперь я хочу вам рассказать какой рецепт приготовления домашней колбасы для этого что нужно для этого нужно свинина сало специи значит мясо мясо должно быть примороженным охлажденным не менее 12 градусов цельсия резать его надо полосками по 10 сантиметров сало кубиками какие специи вы можете положить любые специи которые вам нравятся но мы положили хмели сунели перец соль чеснок чеснок кстати можно положить яйцо все это перемешиваем добавляем воду со льдом вывешиваем чтобы было густое и липкое до образования белых нитей это выделяется мясной белок ставим в холодильник можете в холодильник поставить на одни сутки можете поставить до трех даже после трех суток это все достаем достаем также с холодильника чрево ну например у нас оно было заморожено если вы купили конечно его надо просто достать промыть промывается в обыкновенной воде от соли и надеваем колбасу естественно на мясорубке я вам показывал что ставим насадку и надеваем колбасу потом это все связываем обсушиваем и кладем в холодильник вот такой простой рецепт вот в данном случае у нас так получилось мы заготовили эту домашнюю колбасу положили в холодильник когда нам захотелось ее приготовить тогда мы ее достали ну вот время уже 21 час 12 минут через час я коптильню выключаю и утром показываю вам результат что у нас получилось ну Филя знает когда приходить итак друзья случилось все раньше чем я ожидал температура упала до 27 градусов Цельсия сейчас мы открываем крышку и смотрим что у нас получилось снимаем крышку берем ключ и вот поднимаем вот что у нас получилось вот вся вот эта гай вся копоть осталась на хэбэшке сейчас мы это все развернем и я покажу какая у нас получилась колбаска я сразу вам говорю я не знаю что здесь получилось потому что это эксперимент просто достали колбаску развернули ее и вот что у нас получилось вот такая у нас получилось копченая домашняя колбаска сейчас конечно мы попробуем какая она на вкус ну хотя то время уже сейчас я даже посмотрю 11 минут 11 минут первого нежелательно конечно кушать но все-таки надо попробовать что у нас получилось филе друзья пробуем что у нас получилось вот такая копченая колбаса вкусно вот правда вкусно я вам так скажу что у нас в магазине здесь рядом магазин колбаса стоит домашняя колбаса 460 рублей это во первых дешево хорошо вкусно и быстро еще у нас есть друзья слепопечь и купили вот такой вот щуп термометр для мяса так что будем продолжать такие свои кулинарные видео подписывайтесь на канал на этом все всем удачи удачи